Сегодня мы будем с вами готовить отличнейшие бургеры с конины. Дорогие друзья, вот так быстро, вкусно и полезно можно приготовить завтрак, обед или ужин. Мы с Романом Дубницким и Савелем Ильиных всегда рады с вами делиться нашими рецептами. И сегодняшний день не станет исключением. Я приготовил два интересных рецепта для моих гостей. Но прежде мы должны выбрать правильные продукты. Кетчупы, соусы и майонезы. Три желания. Готовим для родных. Добрый день. Какие классные перцы. Они прям пахнут. Они пахнут у вас. Замечательно. Обязательно возьмем. Вы смотрите нашу передачу на Хабаре «Магия кухни»? Обязательно смотрите. Там будет очень много интересного. И там будут ваши продукты, которые мы сегодня купим. Вот я сразу вижу у нас местный продукт. Они вот все равно. Пускай они не такие красивые, да, но они вот прям видно. Вкусные. Вкусные. Я их вижу сразу по форме. То, что они вот разные формы. И пускай они такие некрасивые, некодичные, но они очень вкусные. Это самый сладкий сорт. Ммм, отлично. Все, рахмет. Оп, держим. Спасибо. Куш. Шпинат по праву можно считать метлой для нашего желудка, потому что он насыщен клетчаткой. А также в нем присутствуют витамины группы А и В. Выбрать шпинат очень легко. Он должен быть ярко-зеленого, даже вот такого насыщенного цвета. Не покупайте листья с пожухлой желтизной. Они не принесут вам пользы. А хранится шпинат до одной недели в холодильнике. Но я рекомендую вам скушать его скорее. Свешайте, пожалуйста, мне вот этот замечательный шпинат. Здравствуйте. Вы смотрите самое вкусное шоу страны «Магия кухни». Я Талгат Акбергенов. И сегодня мы будем готовить куриный рулет со шпинатом и салат «Тропик». А готовить со мной будет актриса, телеведущая Гульнас Жоланова. Гульнас, проходи. Приветствую. Здравствуйте. Как тебе сегодня шли наше меню? Как ты любишь курицу, шпинат, салат? На самом деле, да, мое любимое мясо – это, наверное, курица и рыба, да, куриный рулет. Но на самом деле сегодня буду готовить я впервые с вами. Сегодня, вот смотри, у нас будет такое вот пюре из моркови и картофеля, да? То есть мы все привыкли, вот банально пюре – это значит пюре из картофеля. Из картошки обычно. Мы сделаем его таким вот красным цветом. То есть морковь, она богата кератином, то есть энергии очень хорошей. И, конечно же, это шпинат. Шпинатный соус будем делать мы вот со свежего шпината. Зеленый, красивый шпинат. И, конечно же, у нас продукт нашего генерального партнера, Евразинс Фуд Корпорейшнс, это вот такое масло «Золотые горы» с марками «Шедевр», «Три желания». И вообще такая вот у них палитра вкусов, да, мне нравится использовать всегда в своей готовке, да, именно эти продукты, потому что там уже есть и готовые соуса, и кетчупы, и майонезы. И я тебе очень рекомендую тоже использовать в своем рационе. Итак, приступаем. Давайте, чем могу помочь, с чего приступим. Сегодня у нас вот, в принципе, очень такое легкое блюдо, да. Я вкратце расскажу ингредиенты, какие здесь у нас. Про гарнир я уже, в принципе, рассказал. Здесь у нас также присутствуют сливки 30-процентные, это понадобится для соуса. И вот такое вот куриное филе, нежное, свежее, белое мясо курицы. Также это может быть, не обязательно курица, это может быть и индейка. Индейка, да. Здесь мы будем ее начинать курагой, брынзой и фольгой, и будем запекать. Духовой шкаф у нас уже раскаленный до 200 градусов, чтобы, я специально это говорю, чтобы ингредиенты, когда у нас готовые, да, когда уже мы будем отправлять в духовку, чтобы именно духовой шкаф был раскаленный. Заранее надо, да? Да, чтобы сразу у нас образовалась вот эта корочка, и чтобы сразу шел процесс запекания. Итак, приступаем. Я тебя попрошу сделать вот заготовочку на гарнир. Здесь у нас, в принципе, 2 картошки, 2 картошки, морковь. Морковь, ну ты, наверное, знаешь, потому что она готовится, ну, дольше. Конечно. Мы поставим воду, и то есть для нашего пюре вот таким вот способом можешь нарезать. Ее можно порезать помельче. Вот таким примерно чуть крупнее, чем на салат оливье или на винегрет. Давайте, я поняла. Вот здесь. Квадратиками, да? Квадратиками картошку чуть покрупнее, и будем варить. И вот готовую сюда вот можешь вкладывать. Первый раз, конечно, готовлю пюре из морковки. Все когда-то случается первый раз, Гульнас. Но я надеюсь, что это блюдо тебе очень-очень понравится. Чтобы наша вода, друзья, быстрее закипела, мы добавляем сюда несколько щепоток соли. То есть это вода у нас для пюре. И я приступаю к тем временем к курицам. Гульнас, расскажи, какое твое вот самое первое блюдо, которое ты приготовила? В первом классе, когда мне дома оставляли одну с братом, первый раз я умудрилась приготовить имя баурсаки. Не знаю, почему баурсаки. Молодец. Это первый класс, это 6-7 лет. Да, за что меня отругали потом, знаете. Кухня была вся в муке или что там, что происходило? Нет, в принципе, все было достаточно чисто, аккуратно. Но как бы, я же была совсем кроха еще. Ну да, ну. Я не знала даже, как, что там, как открывать газу. Ну, в любом случае, ты видела у мамы, у бабушки, как делали эти баурсаки. Видите, даже не получилось, не так-то уж все, скажем, плохо. Брату понравилось. После этого, где-то, по-моему, через год я еще попыталась приготовить имя баурсаки. В следующий раз они у меня были такие пышные, красивые, сочные. Это через год, это 8 лет, друзья. 8 лет Гульнаса же готовила самые полноценные настоящие баурсаки. Гляди, на заметку тебе, вот, куриное филе, мы все привыкли, вот, ну, нужно мясо отбить. Чтоб тебя не ругали дома, да, как в детстве, в твои 7 лет, чтобы это все по сторонам у нас не брызгало. Я накрою вот таким пакетом и отбиваю. Приступаю отбивать. Чуть-чуть пошумим сегодня. Это я делаю для чего? Для того, чтобы у нас получился такой пластик из куриного филе. И мы дальше будем уже начинять курагой и бренджей. Гульнаса, расскажи, пожалуйста, в твоем творческом плане, в творческой твоей карьере. Мы, конечно, знаем, что все началось у тебя именно вот с конкурса красоты. Расскажи об этом конкурсе. Там приходилось вам готовить? Ну, на самом деле, конкурс, он, концепция конкурса, да, это не только заключается в красоте, в росте и, скажем, только внешних данных. Также приветствовалось новизнание культуры. Мне кажется, в культуре и есть, как бы, само название. Возапару. Но нам не приходилось готовить. Не приходилось. К сожалению, либо к счастью, я не знаю. Ну, что-то рассказать вот из нашего национального там. Ну, знание, скажем, культуры, кухни, да, национально, это в обязательном порядке. Раз уж я в первом классе готовила баурсаки, мне кажется, с этим у меня, в принципе, не было проблем. Кстати, поэтому ты, наверное, выиграла конкурс, да, что у тебя вот такой прям настрой был. С первого класса. С первого класса, да. Первый класс у нас готов. Готов. Это на сколько порции мы вообще готовим? Вообще, это блюдо, в принципе, здесь, если люди на диете, да, если они сидят со своим здоровьем, то тогда на троих. Если, как бы, у них проблем с этим нет, то на двоих это блюдо. И еще, чем хорош этот рулет, ты в дальнейшем потом увидишь, что его можно использовать как холодную закушку. Теперь мы морковь будем отправлять первой, потом мы добавим уже картофель. Я возьму. Так. Сюда добавляем. Добавляем. Одна морковь. То есть у нас такое блюдо, да, то есть у нас время на запекание где-то минут 25 идет. И поэтому вот пюре тоже, вот морковь у нас тоже будет вариться 10-15 минут. Морковь чуть у нас подкипит. И мы уже следом, как раз ты уже дорежешь картофель, и она будет у нас уже вариться вместе. Все, у меня здесь готова бульнас. Смотри, самое вот трудоемкое занятие мы вот с нашим блюдем уже сотворили. Нарезаю курагу. Курагу тоже можно произвольно нарезать. А вместо кураги можно, не знаю, другого? Вот ты вот как вот, ты вот актриса, вы часто импровизируете. На кухне тоже можно импровизировать. Вот первое, что тебе пришло. Очень хороший вопрос. Первое, что тебе пришло. Самый банальный ответ, наверное, будет изюм. Изюм, чернослив, можно финики, конечно, без косточек сюда. Можно, конечно. Можно, да? Можно, можно. Я свою миссию выполнила. Миссия наша с тобой накормить всю страну вкусной едой и научить их. Расскажи, пожалуйста, от твоего телепроекте, который такой вот недо... Ну, вот я смотрел прям взахлеб этот фильм «Махабатам Джиригамде». Это такая игра, да. Но для меня это как такая полноценная картина, которую я ждал каждый день. И там что-то новое происходило. Расскажи, вот как ты готовилась, как ты вот подходила к этой роли? Ну вот, мы начали, наверное, с конкурса красоты. После конкурса красоты моя первая работа в большом проекте. Это был проект «Махабатам Джиригамде» как раз-таки для телеканала «Хабар». Мы отсняли два сезона. Напомним, для приготовления картофельно-морковного пюре мы нарезали овощи крупным кубиком. Первый – отправляем в кастрюлю с кипящей водой морковь, так как она готовится дольше. А через несколько минут – картофель. Куриные грудки для рулета хорошенько отбиваем молотком. Сейчас, Гульнаса, я попрошу. Вот здесь у нас шпинат. Нужно вот обрезать вот эти хвостики. И мелко его порубить. Мы его потом будем использовать в соусе. Прямо мелко-мелко? Мелко не нужно. Ну, в принципе, так. Мы потом это блендером будем взбивать. Просто вот несколько таких движений, движений пять ножом сделаешь. Тебе сейчас дам тарелку. А ты кушаешь шпинат? Как часто ты его употребляешь? Значит, наверное, только в ресторанах или куда-то, когда хожу. А так, чтобы покупать домой, к сожалению, нет. Но надо себя приучить. Я тебе посоветую кушать и употреблять не только в ресторанах, а дома. Шпинат, ты сейчас сама убедишься, очень быстро и легко готовится. И он очень хорошо выводит шлаки. И он очень тонизирует наш организм. Тем более, я думаю, что у тебя очень часто бывают перелеты, гастроли какие-то, да, поездки. И вот именно после вот этих вот джек-лаков, да, вот после изменения временных каких-то, да, там, часовых поясов, еще что-то такое, да, вот. Просто элементарно, да, вот этой усталости, он очень-очень даже вот в смузи, в готовом виде можно его использовать. То есть его вот этот зеленый цвет, он насыщает нашу кровь хлорофиллом. А хлорофилл – это вот такая вот зеленая природная кровь, которая нам необходима для нашего организма. Поэтому не только в ресторанах, дома тоже часто используют. Сюда. Постараюсь приучить себя. Приучить, если что, у тебя всегда вот наши хэштеги нашей программы, да, магия кухни, рецепты на вкуснота.кз. И, конечно же, наш инстаграм, магия кухни. Там всегда самые интересные рецепты, всегда все наши программы есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали. Сейчас мы будем начинять. Так, у нас курага и брынза здесь чуть-чуть надо. Курага брынза я присолил. Присолил, да, гарнир у нас. Сейчас я сделаю небольшой такой огонь, слабенький. Достаточно легкое такое кипение, уже все. Морковь уже почти готова, картофель, ну, буквально там 7 минут. Это я все перемешиваю. Брынза у нас слегка подсоленная. Я сейчас буду заворачивать. Наш рулет. Рулетик. Да, наш рулет. Здесь у нас фольга. Друзья, еще раз напоминаю, да, вот при использовании фольги у нас. Вот, видишь, одна поверхность у нее матовая, одна вот такая зеркальная. Матовая поверхность, она больше сохраняет, как бы такой... Она запекает, как бы тушит. А когда вот мы так кладем, да, продукт вот на зеркальную сторону, она больше дает такую корочку, больше вот такой слегка такая вот зажаристость получается. Очень полезная информация, кстати, первый раз. Сейчас, да, мы, наверное, сейчас выберем именно вот эту сторону, которую куриный рулет пускай будет таким сочным. Будем заворачивать. Это могу сделать прямо вот здесь. Курица. Выкладываю курицу. Брынза с курагой. Брынза с курагой. Все это плотно, плотно мы придавливаем. Да мне мама готовила рулет, она всегда ложила, знаете что, такие разные овощи. Сколько помню себе морковьку там. Можно добавлять, можно, можно. Это просто вот все, что угодно, да? Все, что, ну, такое, чтобы было совместимо все. И сейчас вот так вот я это дело заворачиваю. Ничего страшного, если что-то у нас там выпадет, все равно это все потом стянется у нас. Вот. Вот такой рулет у нас получается. И сейчас я это дело буду все заворачивать. Заворачиваем. Заворачиваем уже плотно, поплотнее. Таким образом заворачиваем. И в духовку. Да, и отправим сейчас в духовку, в духовой шкаф. Еще есть один нюанс, который я вот сейчас напомню позже, перед отправкой именно в духовку. Второй кусок. Ты запоминаешь, что будешь использовать это дома? Обязательно. И заворачивай. Прям туго, да? Туго, туго. Ничего, если фольга порвется, в принципе, ничего страшного. И прям вот такую конфетку заворачивай. Отлично. Прям в конфеточку. Ничего себе. Конфетка. Берем наш противень. Угу. Отправляем наши рулеты. Угу. Отлично. Мы сейчас будем запекать. Температура у нас 200 градусов. Можно 210 даже сделать для начала. И обязательно сюда нужно добавить небольшое количество воды. На противень. Угу. Добавляем воду. То есть вода будет у нас испаряться тоже в том же процессе запекания, да? И при этом будет все это делать быстрее. И у нас наши курицы не пересохнут. Отправляем. На 25 минут. И забываем. И забываем. Да, да, все, она закрыта. И забываем на 25 минут. Куриный рулет со шпинатом. Куриное филе нарезать длинными слайсами и хорошо отбить. Немного посолить, измельчить курагу, брынзу нарезать кубиками и смешать ингредиенты. На фольгу выложить филе, сверху начинку и сформировать рулет. Завернуть рулет в фольгу как можно плотнее, чтобы получилась своеобразная конфетка. Выложить на противень, добавив в него немного воды. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 25 минут. Для гарнира. Картофель и морковь нарезать в произвольном порядке и отварить в подсоленной воде. Размять овощи до состояния пюре или взбить блендером. Добавить сливочное масло и паприку. Для соуса. Шпинат разрезать на несколько частей, пробланшировать в овощном бульоне. Затем слить лишнюю жидкость и добавить сливки. Немного посолить. Взбить соус блендером и оставить томиться на медленном огне до загустения. Дорогие друзья, мы для вас приготовили массу конкурсов в наших социальных сетях. Участвуйте в них и выигрывайте наш кулинарный сет от «Магия кухни». В данном случае это замечательный продукт. Макароны «Магия кухни». Используйте, готовьте вместе с нами. Я вкратце расскажу, что мы до этого сделали. То есть у нас курица закакается уже в духовке, куриный рулет. Гульнас очень-очень изысканно и прям так утонченно порезала. Порезала картошку с морковкой. И морковь, да. И шпинат у нас для соуса. И я буду постепенно доделывать наше первое блюдо, то есть гарнир и соус. А тебя я попрошу, вот расскажу вкратце об этом салате. И полную импровизацию, по нарезке, по всему, да, я отдаю образу управления тебе. И ты можешь сама комментировать, что ты делаешь. Абсолютная импровизация. Абсолютная импровизация. Я тебе вкратце буду такие секретики подсказывать. Смотри, здесь у нас ананас. Я его почищу, зачищу. Огурцы. Морковь свежая, не вареная, да. Яблоки наши алматинские, лимон, масло оливковое. И, конечно же, это будет у нас, ну, небольшая щепоточка соли, буквально так, для пикантности. Потому что, чтобы сдобрить вкус, показать вот этот сладость, да, и добавим ананас. Гульназ, вот здесь тебе вот эти ингредиенты, да. То есть это у нас салат. Не забывай, что это у нас салат. И режешь как хочешь. Ну, главный секрет салата, да, нужно, чтобы хотя бы два ингредиента были нарезаны. Или нашинкованы, ну, однотипно. А остальное все импровизация. Я так думаю, что я сделаю яблоки и огурцы, ну, скажем, кубиками. А морковь, наверное, через терку. Отлично, терка тоже у нас есть. Вот для моркови. И потом будем все это соединять. Тем самым наше пюре уже готово. Я использую на кухне, у нас вот, я люблю это масло. И тебе рекомендую «Золотые горы». Я хочу попробовать это пюре, если честно. Да, оно будет такое цветное, красивое. Любителям таких необычных вкусов, да, я еще посоветую сюда добавить небольшое количество вот такой вот пряности, как паприка. Паприка, молотая паприка, да, он даст такую пюре. А вообще можно, да, заменить, там, получается, пюре можно сделать, там, не знаю, не только из картошки, там, морковь. Что еще можно? Можно брокколи отварную, можно делать, также добавлять туда шпинат. Шпинат, да. Да, можно добавлять туда разные ингредиенты, тот же самый брокколи отварной, цветную капусту, морковь, все это миксуется. И скажу тебе такой небольшой секрет, да, чтобы была вот эта пюреобразность, да. Здесь у нас уже присутствует картофель, да, он насыщен крахмалом уже, здесь есть вот эти вещества, которые вот именно стягивают, да, и делают нашу такую массу пюреобразным, да, и однородным. Ну, если ты используешь, допустим, брокколи, цветную капусту, да, в отварном виде, и потом хочешь сделать из этого пюре, добавь туда чуть кабачка, запеченного кабачка. Кабачок, он вот как картофель, он стянет тебе вот это все, и будет такая вот консистенция. Кабачок, он сам по себе получается очень мягким, из него тоже, да, приносим пюре? Да, да, да. Кабука. Да. Не почернела. Да. А здесь у нас порезала шпинат, да, мы его помыли, промыли. Это у нас для соуса, да, если не нравится? Для соуса у нас идет шпинат. А туда помимо шпината что нам еще? Сливки. Пойдет у нас соль, и в принципе все. Шпинат даст вот эту густоту, то есть я не буду ничем загущать его, наш соус. Небольшое количество воды, даже, вот я специально не слил эту воду у нас, которая вот у нас вот от пюре, да, вот этот бульон. Шпинат слегка нужно будет нам пробланшировать. И на заметку, дорогие друзья, дорогие телезрители, дорогая Гульнас, почему, я вот сказал, мы делаем сливочный соус, он у нас будет густым, но без всяких загустителей. Я использовал вот этот бульон, в который варился картофель и морковь. То есть там уже присутствует этот крахмал, то есть он будет как такой естественный загуститель. Сейчас у нас шпинат приготовится, и добавим сверху сливок, и все это забьем блендером. Пюре наше уже слегка охладилось, и я буду его сейчас пробивать. Гульнас, а ты когда-нибудь в своей жизни пробовал такое сочетание, ананас, яблоки? Именно используют в салате? В салате, да. Конечно, да, ананас мы все кушали выше. А именно вот такое сочетание в салате. Ну, кстати, в последнее время, да, очень часто употребляю, например, овощи, там, совмещая с фруктами. Мне кажется, сейчас с мясом я очень редко употребляю, в смысле, сочетать мясо, да, с каким-то фруктом, это очень редко бывает. А вот именно вот касательно салата очень часто, да, испортят. Смотри, Гульнас, что здесь у нас получается. Ой, как красиво, вот цвет красивый получился. Да, вот это у нас пюре. Мне кажется, если туда добавить, там, не знаю, брокколи, это будет вообще... Да, будет другой уже, такой зеленоватый оттенок будет. Все, наше пюре уже готово. Я приступаю к приготовлению соуса. Сольем лишнюю влагу. Курица почти готова. Курица почти готова. Гульнас, а вот расскажи, чем ты угощаешь своих гостей? Вот ты часто ли приходишь себе готовить дома вообще? Если честно, вот с моей работы не так-то уж я часто готовлю, но когда у меня выходные, ну так, раз в день готовлю. Раз в день, да, и в принципе этого достаточно. Но я смотрю, вот по твоим навыкам, по твоей вот сноровке, технологии, у тебя очень-очень хорошо получается. Смотри, я с детства готовила. Да, не забываем про баурсаки, если Гульнас. Присаливаю наш соус. Присаливаю. Яблоки отлично сочетаются с другими сладкими и кислыми фруктами и овощами, а также с сыром, орехами, жирным творогом. В этом салате белковые ингредиенты мы не используем, а комбинируем яблоки с огурцом, морковью и ананасом. Сейчас я закончу с соусом. А, вы еще сверху вот так перемешиваете, да? Да, я так промолол. Гульнас, а какую кухню ты вообще предпочитаешь кушать? Вот самое-самое вот у тебя вот первое место, number one. Наверное, я больше люблю все-таки азиатскую кухню. Да, такое острое что-то. Тогда я добавлю еще щепотку небольшую сюда вот, острые паприки. Прекрасно. На соус. Ну, морепродукты люблю. Отлично. Как ты их готовишь? Ты готовишь их сама? Сама, ну, как бы могу приготовить, наверное, только креветки и рыбу, а вот остальное вот как-то не пробовала готовить ни разу. Кальмары? Нет, не пробовала. Посмотри, набери хэштег «Магия кухни», там есть, как мы готовили в одной из программ кальмары, да, фаршированные притом. Фаршированные. Очень интересно, да. Интересно, обязательно посмотрю. Ну, и еще люблю итальянскую кухню, наверное, все такое мучное. Пицца-паста. 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 Наш соус густеет. Сделай его на маленький огонь. И сейчас мы приступим именно вот к разделке нашей. К ананасу, да, перейдем. К ананасу, да. Друзья, старайтесь, вот, когда покупаете ананас, да, смотрите, чтобы отвар была такого вот хорошего зеленого цвета, да, вот там не коричневая, не бурая, а вот зеленого цвета, чтобы он не был таким мягким на ощупь, не был перемороженный. Вот смотри, видишь, у нас такой хороший цель. Почему-то это принято, чтобы вот здесь он был какой-то коричневый. Нет, коричневый, это, наоборот, залежавшийся такой продукт, а здесь вот он зелененький, хороший. Отрезаю вот эту часть. Вот эта часть, она хорошая для декорации, ее хорошо можно промыть, и вот, допустим, если у тебя гости, там, нужно красиво сервировать стол, вот эти лепестки, они хорошо вот так отделяются, и можно, вот, допустим, сервировать там тот же самый салат. Можно это использовать. Только прежде это нужно все это помыть, и это такой вид. Это не съедобно, но делает красивый эстетический вид, тоже на заметку тебе. Я считаю, что это вообще гениальное что-то. Я бы никогда не додумалась на это. Так, вот так вот я обрезаю. И здесь у меня такие вот шипики есть, да, вот такие вот моменты, которые вот иногда, когда попадают в пищу, не совсем приятно. Поэтому я рекомендую делать вот так, просто. Очень легко и просто. Обрезаю. Со всех сторон. Со всех сторон его. Обрезаю. Ананас я прорезаю чуть покрупнее. Вот какие мои. Да. Чуть больше, чем мои кубики, да? Чуть больше, чем твои. Таким образом. И сейчас все это ты будешь перемешивать. Я сделаю соус. При этом не забывая посматривать на часы, чтобы не забыть про нашу... Курицу. Курицу в рулете. И наш соус готовится. Он уже приобретает такой зеленый цвет. Мне нравится цвет пюре. Он очень получился. Цвет, да. Надо не забывать. Оранжевый. Я всегда говорю, вот когда рекомендую, да, людям, вот, ну, обучая их, да, чему-то готовки хорошей, правильной, да? Не забывайте про цвет. Игра цвета, чтобы тоже это немаловажно очень. Нарезаем ананас. Так, и мы... Наш, тебя я попрошу вот в эту чашку. Всыпаешь все эти ингредиенты. Там есть, возьмешь две ложки и двумя ложками будешь промешивать. Угу. В принципе, наш салат уже подходит к своему логическому приготовлению и завершению. Так. А смешивать мы будем сейчас? Смешивай, смешивай, смешивай. С ананасом. Угу. Угу. Добавляю ананас. Угу. Обожаю ананас. Это не для кого, как бы, не новинка, да? Вот. Масса любая, растительная, оливковая, абсолютно любая. Желательно в данном случае вот у нас используем оливковый. Добавляем сок лимона. Сок лимона. Ага. Небольшая щепотка соли, небольшая буквально, чтобы у нас хорошо перемешались ингредиенты. Обычно вот есть такой термин, да, в кулинарии отсекается, то есть отделяется, да? А здесь нам нужно, чтобы наши ингредиенты, они перемешались. И соль, она по своему химическому составу, она именно вот делает вот эту эмульсию и делает нашу массу такой однородной. Угу. Вот здесь, смотри. Ммм. Оно превращается вот в такую вот эмульсию. Это наша такая заправка будет. Смотри, смотри. И добавляем. И все перемешиваем. И все перемешиваем. И можно такую сделать, первую пробу можешь снять. Рышается. Сол наш готов, да. Друзья, пока Гульнас пробует, да, наше блюдо делает такую предварительную пробу, снимает, мы сделаем тут небольшой порядок на нашей кухне, будем сервировать наши блюда и приглашаем вас всех вместе с нами их попробовать. Салат тропики. Яблоко, огурцы и ананас нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Для заправки. Для заправки взбей до однородной массы оливковое масло и сок половинки лимона. Посолить по вкусу. Добавить заправку в салат. Тщательно перемешать. Освежающий салат тропики готов. Приятного аппетита. Творог простоквашина изготовлен исключительно из натурального молока и закваски, обладает мягким вкусом и нежной текстурой и достоин стать важным ингредиентом ваших кулинарных шедевров. Друзья, наши блюда готовы. Мы их червировали с гульнас. Но прежде чем мы будем пробовать, я хочу тебя очень сильно поблагодарить и подарить наш подарок для тебя. Это вам спасибо. Есть набор тех продуктов от нашего генерального партнера. Я думаю, ты их будешь использовать у себя на кухне. Здесь и горчица, и майонез, и куча-куча всего полезного. Принимай. Спасибо большое. Спасибо. Вот как моя мама обрадуется, конечно. Отлично. Спасибо, что научили меня готовки таких, скажем, красивых, ярких блюд. Теперь я знаю, как порадовать своих близких и родных. Ты будешь использовать это все, да? Заметила вот эти вот... Да, вот это вот я прямо оценила, знаете, да. Помыли, декорировали. То есть все это фиксирующее в памяти. И так же, как вот с баурсаками, да, вот ты это можешь использовать уже в таком вот... Уже для своего любимого, родного, кого-то близкого человека. Гульнас, предлагаю тебе попробовать наше блюдо. Я знаю этот вкус, готовлю их не первый день, но предлагаю тебе попробовать вот салат. Салат я уже попробовала. Вилки, пожалуйста. Да, можно будет попробовать пюре. Приступай. С нашим соусом. С шпинатом. Как тебе вот что-то обычное или необычное совсем? Мне нравится вкус пюре. Первый раз пробую пюре из, ну, скажем, сочетания моркови и картошки. Всегда рады. И опять же игра цвета, да, ты не знаешь? То есть белое, оранжевое, зеленое. Зеленое. Вся палитра цветов. Красочная, яркая. Друзья, ну, а у нас пришло время прощаться. С вами было самое вкусное кулинарное шоу «Магия кухни». Я Толгат Аркбергенов и моя очаровательная гостья Гульна Желанова. Прощаемся с вами. Приготовьте эти блюда. Смотрите наши передачи. Смотрите наши передачи. Редактор субтитров А.Семкин